Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Так, пока Игорь налаживает звук, я поздороваюсь с очаровательной Еленой Приговой. Здравствуйте, Лена. Открою, не буду, так сказать, интриговать, сразу открою секрет, кто у нас будет в передаче. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, бывает такое. Знаете, мы живем в такое непредсказуемое время, когда вот все было хорошо, и вдруг микрофон отказывает. Потом еще что-то отказывает, а у некоторых отказывают мозги. Я не знаю, что страшнее, наверное, то, что у некоторых происходит. Потому что то, что происходит, происходит настолько в каком-то сюрреалистическом варианте, настолько в варианте кавки, это даже не Оруэлл. Оруэлл просто отдыхает. Абсолютно. И то, что происходит в нашей стране, меня, конечно, очень не радует. Игорь, как у нас со звуком? Алло, алло. Уй, какой хороший звук громкий. Видите как? Даля женщине микрофон, и сразу звук пошел. Есть? Есть. Ну, хорошо. Окей, Леночка, привет. Привет. Да, прошу прощения, дорогие наши слушатели. Ну, я надеюсь, что эта минута вами тоже небесполезно была проведена. Вот. А так мы возьмем с места в карьер, тогда все остальные наши какие-то пожелания мы выскажем, еще время будет. А пока, Лен, что потрясного случилось вот за эти выходные? Я думаю, что мы-то вроде планировали немного поговорить о том, с чего мы начали разговор на ТВ-клубе «Континент». Вот буквально у нас пару дней, как эта запись вышла, но вот за выходные случилось нечто, о чем нельзя не сказать. И это случилось опять в Солнечной Калифорнии. Ну, это не только в Солнечной Калифорнии случается, а это случается у нас повсюду, потому что марксистская революция, она остается марксистской революцией. Она идет абсолютно по всем правилам жанра, и я вот буквально полчаса тому назад в газете «Континент» вышла моя статья. Есть у революции начало, нет у революции конца. К сожалению, так оно и есть, потому что Карл Маркс писал, что вооруженное восстание, как и война, есть искусство. И когда мы видим взросшенные толпы членов БЛМ или Антифа, пусть у вас не возникает вообще никаких иллюзий на этот счет. Они действительно тренированные марксисты. Они действительно работают так, как завещали основоположники марксизма-ленинизма. Я вам приведу цитату Карла Маркса. «Никогда не играть с восстанием, а начиная его знать твердо, что надо идти до конца. Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно, переходить в наступление. Оборона есть, смерть вооруженного восстания». Скажите, пожалуйста, вы видели за последние четыре месяца хоть раз обороняющихся мирных граждан? Вы видели хоть раз, чтобы они не нападали? Нет, это все прописано Карлом Марксом. И для них, для этих людей, вот любой человек, а если это человек в форме полицейских, это враг. Врага надо уничтожать. Чем они благополучно занимаются? Потому что количество полицейских смертей в нашей стране, это не только мы говорим о городах-убежищах, городах на западном побережье или, допустим, в том же Портленде или в Нью-Йорке. Это повсюду, где у власти демократические мэры. Я не буду чикагсом рассказывать о том, какой уровень преступности в вашем городе. Это, в общем-то, лидирующее место вы занимаете по всей стране. Браво! Мэр ваш, мэр, Лунгфуд. Правильная фамилия? Лайтфуд? Лайтфуд. Ну, запись, она тоже, Лена, она тоже юрист, и она тоже в правоохранительных органах работала, вот же. В чем еще большой юмор? Нет, ну, юмор, конечно, большой, если мы возьмем всех юристов, которые руководят у нас в стране. Ну, Адам Шифт тоже юрист. Ну, дальше что? У нас такое количество юристов, например, прокурор Нью-Йорка у нас юрист. Прокурор Лос-Анджелеса. Да и зачем далеко ходить? Вице-человек, который стремится стать вице-президентом, Камала Харрис, она тоже как бы не совсем с улицы. Впрочем, лучше бы она была с улицы. И вот все, что происходит, вот ты назвал Калифорнию, ты назвал Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе просто идет отстрел полицейских. Два человека фактически расстреляны из засады представителем БЛМ. И, слава богу, они выжили. Это два полицейских, одна из них женщина, которой 31 год, у нее ребенок маленький. И второй полицейский 24 года. Вот просто подошли к машине полицейской и просто выстрелили в людей, которые были в полицейской форме. Идет дегуманизация полиции уже давно. Идет дегуманизация человека уже давно. Мы все с вами, господа, дегуманизированы. Только потому, что мы белые, только потому, что мы не с ними, только потому, что мы не говорим БЛМ. У меня приятель очень хороший, это, кстати, главный редактор издания «Даллас Телеграф», это мой однокурсник, в котором мы учились, он сейчас находится в Сан-Франциско. Я вчера с ним беседовала по телефону, и он мне сказал, что он не предполагал, что такой шок, который он увидит. Вообще бывает, это реальный шок. Когда из дорогих домов, дорогих улиц выезжают машины, обклеенные символикой всех вот этих протестующих, кормящие крокодилов, об этом говорил мой любимый Уинстон Черчилль. Они продолжают кормить крокодилов, забывая о главном, о том, что революция всегда пожирает своих детей. Она пожрет их, просто неизвестно, когда это будет. Но то, что у нас грядут наши революционные будни, вы можете даже не сомневаться, потому что команды отступать они не получат, потому что у них будет команда только нападать, только кусать, только убивать. Это закон жанра. Поэтому же законы жанра развивали события в моем городе, в городе Нью-Йорк, который в субботу вечером был вновь атакован мирными ВЛМ-овцами. Но они все время у нас мирно кого-то атакуют. На сей раз они посягнули не на что-нибудь, а на мост имени Джорджа Вашингтона. Но я не знаю, если бы мост носил имя, допустим, Мартина Лютера Кинга, я не уверена, чтобы они не пошли на этот мост сопротивляться. Потому что не имеет значения, какое имя носит мост. Мост имени Джорджа Вашингтона находится между Нью-Йорком, штатом Нью-Йорк, и городом Нью-Йорк, и штатом Нью-Джерси. Он соединяет, это федеральная трасса. Это федеральная трасса, если кто-то знает, номер 95. Так вот, 100 моральных уродов, простите за неполиткорректное, взяли и перекрыли мост. Они просто поставили заграждение, они не пускали полицию. Потом они пошли громить полицейский участок. Ну, громить они не совсем пошли, то есть они туда пошли протестовать, но это чуть не закончилось погромом. По крайней мере, на мосту полчаса полиция не могла проехать. Я вот все жду, когда, наконец-то, наши мечты о законе и порядке материализуются. Почему-то я вспомнила Владимира Ильича Ленина, у него есть такой труд, был написан им, называется «Советы постороннего». В «Советах постороннего» он дает четкие, ясные рекомендации своим большевикам, которые должны взять телефон, телеграф, почту, а самое главное – мосты. И вот я посмотрела на взятие моста имени Джорджа Вашингтона, и как-то мне стало неуютно, потому что неужели эти люди читали Владимира Ильича Ленина? Или все-таки им кратко их пересказали, вот эти работы, и они просто пошли громить. Ну, бывает. Недочитавшиеся и недоучившиеся люди – это всегда очень опасно для нас. Впрочем, очень опасно для нас вообще жить сейчас в нашей стране, потому что все, что у нас происходит, оно чревато, и вы никогда не знаете, где и в каком месте это может рвануть, где и в каком месте кто-то на вас посмотрит не так, где и в каком месте кто-то отреагирует не так. Почему я об этом говорю? Потому что недалее, как 11 сентября, я человек активный, я принимала участие в митинге, который прошел в Нью-Йорке в память о погибших, но в этом году у нас все удивительно, как и удивительный был митинг. Родственникам запретили собираться. Нормально? В 19-ю годовщину запретили вспомнить своих родных. Все в виртуальный мир ушло. Все ушло в мир с Зума. Вот по Зуму кто-то выражал соболезнования. А мы все-таки собрались. Мы собрались в районе Бруклина. Мы – это группа неравнодушных товарищей, граждан, вернее, группы, которые объединились в движение U-USA. U stands by Unite USA. Объединение Америки. И мы – это люди, которые пережили социализм, которые знают, что это такое. Мы объединяемся с разными группами. В нашем движении уже 100 тысяч человек. И мы растем, растем, растем. А мы не просто растем, мы еще проводим всевозможные акции, всевозможные акции, в которых мы видны. И мы взяли просто с ребятами, у нас было 15 машин взято, с флагами, американскими флагами полиции. Мы проехали через Бруклин, мы проехали через Манхэттен, и мы подъехали к мемориалу 11 сентября. К тому месту, которое называется Ground Zero. Я могу сказать вам, я ежегодно туда прихожу, потому что для меня это святое место. Потому что вот это та коллективная могила, которая вызывает ощущение бесконечности и ощущение такой крохотной и хрупкой нашей жизни. Я когда-то говорила, я каждое утро ездила на работу в Нью-Джерси. Я пересаживалась на Кортленд прямо под близнецами. Там находился пастрейн. Он сейчас тоже находится. До прошлого года я не могла войти в пастрейн. Это было страшно. У меня, знаете, вот внутренняя сила тебя не пускает. Так вот, каждый раз, когда я прихожу на место близнецов, там водопад и зияющая бездна. Я смотрю на эту бездну, куда стекает вода. Я просто слушаю вот эту воду. Для меня это голос. Голоса вот тех двух тысяч, почти трех тысяч погибших, среди которых очень много русскоязычных голосов. И вот мы пришли проводить и вспомнить, и отметить эту годовщину девятнадцатую. И вот это ощущение того, что мы сейчас видим, когда, когда девятнадцать лет тому назад наша страна была едина, а девятнадцать лет тому назад это был всплеск патриотизма. Сейчас мы видим совершенно обратное явление. Сейчас мы видим не просто уничтожение патриотизма. Патриотизм считается сейчас у нас преступлением. Патриотизм у нас считается расизмом. Патриотизм у нас считается шевинизмом. И дальше по списку измов. Обидно. Но что мы можем противопоставить лжи? Правду. Что мы можем противопоставить лжи? Факт. Что мы можем противопоставить вот этому безумию? Сопротивление. И я считаю, что я призывала и говорю о вот этом молчаливом большинстве. Я уже вижу, как появляются то там, то там, то там в разных местах искорки. И люди перестают молчать. Они выходят под патриотическими флагами, американскими флагами. И вы знаете, они исполняют гимн. И я вот так уже совпала. Знаете, я не верю в совпадение, но сегодня, вот как раз, ровно сегодня, 14 сентября 1800, 14 года, Фрэнсис Котт Ки, это тот человек, который написал слова к американскому гимну, он написал эти слова. И вот эта наша земля храбрых, это наша земля героев, земля героев, это все отражено в этом гимне, это все отражено в нашем флаге, это все отражено в символике нашей страны. И вот с этими словами о земле героев, земле храбрецов и храбрых, с этими словами даже сражались люди, непримиримые во время гражданской войны. Потому что и со стороны Юниона, и со стороны Конфедерации были вот эти флаги. Были вот эти слова, которые сказал, произнес когда-то, в 1814 году, 35-летний юрист. Фрэнсис Скотт Ли. Вот эти слова, которые впоследствии, через сто лет, стали гимном нашей страны, который уже для некоторых не гимн, как и флаг, тоже уже не флаг. Его можно сжечь, на нем можно станцевать, об него можно вытереть ноги. Это вытирает ноги о каждого ветерана, о каждого героя, о нас с вами. Вот о чем я думаю в эти дни. Лена, у меня к тебе возник такой вопрос по ходу того, что я слушал тебя. И, как всегда, даже невозможно на каком-то этапе влезть с каким-то своим комментарием. Потому что, действительно, все звучит настолько ясно и правильно. По крайней мере, для меня, да я думаю, для многих наших слушателей, что прерывать не хочется. Но вот у меня, по ходу, возникла такая мысль о том, что... И сложное чувство, ты говоришь про сопротивление. Да, я тоже не сторонний наблюдатель, у нас много чего печатается, и я с этими людьми взаимодействую. Хоть мы находимся на расстоянии, но это нам не мешает, к счастью. Так вот, сопротивление того самого большинства, которое, ну, условно говоря, сидит дома. Или сидит дома, ездит на работу и опять возвращается домой. И молча взирает на происходящее. А тут недавно мы услышали интервью нашего президента, где он сказал, в общем-то, недвусмысленно, что 3 ноября, если в том случае, когда будет известно, что эти выборы выиграл он, именно он. Что он остается на второй срок, и в случае, если произойдет какая-то вот, ну, совершенно поднимутся эти самые массы, кем они будут подниматься, это нам понятно и известно. Вот тогда вся сила закона обрушится на их головы. И вот тут вопрос возникает. А до 3 ноября весь этот беспредел мы будем ждать и наблюдать? Или это дело только, как в том знаменитом, спасение утопающих, дело рук самих утопающих? Скажи, пожалуйста. Я могу сказать, что я чувствую. Я чувствую вот ту ярость, которую написал Вудвард в своей новой книге, которая выходит с автора. Но она уже растаскана на цитаты, и ее уже обсудили, перетерли, перемыли, и уже очередь стоит заплатить свои деньги. Как все это делается с Вудвардом. Я в ярости от той беспомощности, которую проявляет республиканская партия. Я в ярости от того, что они все время стоят в обороне. Они не понимают, с кем они имеют дело, или не хотят понимать. Или я даже не знаю, что после этого или можно предложить. Какие предположения. Я считаю, что вот то время, которое полгода проходит, каждый день упускается. Каждый день. В свое время Рейган четко и ясно сформулировал, что нужно сделать, чтобы вернуть закон и порядок. Он не цацкался вот с этими протестующими. Он не позволял такое. Мы постоянно находимся в обороне. Мы должны находиться в нападении. И вот эта оборона, постоянная оборона, она отворачивает очень многих людей и от партии, и от президента Трампа. Без иллюзий. Потому что много можно говорить, можно много давать интервью тем людям, которым не стоит давать интервью. Можно много шутить, не понимая, что эти шутки заканчиваются печально для нас. Для тех, кто голосовали за президента. Нужно тихо делать свое дело. Если вы тихо делаете свое дело и вам рука плещет, то оставляйте слова и похвалы не себе, а другим людям. Мне сейчас мне скажут, ну как это я смею ругать президента. Да, я не ругаю президента. Он не кумир, он не бог, он не царь. Он просто президент, которого мы избрали. Для того, чтобы он выполнял свою работу. Я, как законопослушная гражданка, хочу, чтобы работа моего президента и его команды выполнялась. Я хочу иметь спокойствие на улицах. Я хочу иметь порядок. Я не хочу иметь кровь. Я не хочу видеть толпы беснующихся людей. Я хочу вам сказать, что еще такое существует опасение очень серьезное. 269 компаний, я не считаю отдельных героев Голливуда или деятелей Демократической партии, поддержали БЛМ. Они поддержали не просто БЛМ, они поддержали огромными деньгами. Они поддержали это все, вот то, что у нас мы сейчас имеем. Они поддержали эту революцию и продолжают поддерживать каждый Божий день. И что мы имеем, какую мы имеем фонду пропаганду? Да никакой. Никакой. Потому что все, что у нас идет, это очень мягко, очень тихо. Знаете, вот, ну а мы против того, что вы нас уничтожаете. А когда президент об этом говорит заранее, что начнется в случае его победы, мне хочется кричать, не верю, не верю. Потому что если не было возможности вот сейчас что-то начать, когда это должно было быть давно начато, когда у нас есть такой пример, как Рашельгейт, который лопнул, как мыльный пузырь, и столько людей вызывали. И в результате, в результате то же самое, что и всегда. Ничего. Ничего. Лена, у нас время самое светлое. Рекламные паузы. Мы вернемся обязательно. А прежде чем мы на нее уйдем, я скажу одну такую любопытную вещь. Fox News недавно опубликовал, буквально вчера, данные опросника. И они очень в этом смысле, я бы сказал, не оставляют хорошего впечатления, а именно, что там сказано, что 54% всех опрошенных, мы не будем говорить, что мы знаем цену этим опросам, это уже следующее, но тем не менее 54% ответило, что мир и спокойствие на улицах лучше обеспечит претендент по фамилии Байден. Ну, а теперь уходим на рекламу, и это все мы можем обсудить уже после первого. Продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире радиоблог Игоря Цесарского. Телефон в студии 847-400-5200. Игорь, у нас есть звонок, если не возражаете. Да, пожалуйста, только я напомню, что с нами сегодня Лена Пригова из Нью-Йорка, публицист, блогер. Добрый день. Звонок не дождался. Звонок не дождался. Звонок даже этого не дождался. Ну, хорошо. У нас люди нетерпеливые, они хотят все мгновенно, чтобы им сразу отвечали, они хотят задать вопрос. И вот это, кстати, очень характерное. Мы разучились ждать, мы разучились слушать. Мы настолько все напряжены, мы настолько вот сейчас как вот искры, вот сплошные искры. Почему-то образ искры у меня постоянно ежедневно. Из искры возгорится пламя. Да, но не дай бог. Не дай бог. Ну, мы-то это проходили, к сожалению, многие, даже наши сограждане, сограждане, кто это, проходил, почему-то амнезия у них, они это забыли. И вот за ними наблюдать очень странно, потому что их воззрение вызывают отореп буквально. Вот я не знаю, что у тебя. А, вот именно вызывают отореп. Давайте все-таки примем звонки, а? А, примем звонок. Хорошо, попробуем. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я с вами немножко не согласен. Мне кажется, у Трампа нету чести сейчас. Он просто не хочет раскалять эту ситуацию. И второе, мне кажется, это должен делать не Трамп, а прокурор, генеральный прокурор, FBI. Мне кажется, вот такие структуры. Не должен он лезть в каждую дырку и быть затычкой. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, но это службы, которые президентские. Вот же. В чем дело? Это его администрация. Давайте. Вы хотите ответить или следующую звонок примем? Я хочу ответить. Я всегда с удовольствием могу спорить с людьми, которые высказывают свое мнение. Вы можете не соглашаться. Это ваше право. Я уважаю ваше право. И первую поправку. Я хочу вам сказать, что он не должен, действительно не должен. Вопрос возникает. Вы мне сказали, не время. А когда время? Три года тому назад было не время. Год тому назад было не время. И сейчас не время. У нас все время не время. А до выборов осталось 50 дней. А мы говорим, не время. Время будет после выборов. Время, извините, будет упущено. Стоять и наблюдать за тем, то, что происходит в стране, и говорить, что да, да, у нас губернаторы отвечают, у нас там мэры отвечают. Но, в конце концов, Трамп – это президент страны. И у Трампа, когда нужно его в чем-то обвинять, обвиняет президента. Когда нужно действовать, то президент выходит и улыбается. И отдает это на откуп вот тем, кто сопротивляется ему, тем, кто недомерен сдавать никакие свои позиции. В конце концов, у нас есть страна, у нас есть силовые структуры. В конце концов, в той ситуации революционной, которую мы сейчас имеем, в конце концов, нужно еще раз, я повторяю, вернуться к опыту Рейгана. Победителей не судят. В данном случае с проигравшим поступит очень жестоко. А это означает, что поступит так жестоко с нами, с вами, с теми, кто поддерживает президента, несмотря на, мы поддерживаем закон и поддерживаем порядок. Так дайте нам вот возможность увидеть и прочувствовать, что такое закон и порядок по-американски, как это положено быть. В противном случае, очень многие вспоминают Чили 1974 года. Сентябрь, кстати, 11 сентября. Чили. И вы знаете, вот когда вспоминаешь о Чили, очень жалеешь, что в современном мире вот такие, как Пиночет, уже невозможно. Лен, у нас звоночек. Давай попробуем принять. Слушаем вас. Добрый день. Добрый, добрый. Дело в том, что он там же объяснил, что он назвал три причины, по которой он не может вот сейчас поступать вот так, как мы бы хотели. Он объяснил, что только и ждут его ошибки. И он один, у него нет поддержки. Правильно сказал. Должна юридическая система. Наш генеральный прокурор помогать. Сенат должен помогать. Ему не помогают. Он барат, но он боится сделать роковую ошибку. Он ходит по острым ножам. Надо помочь ему посочувствовать, критиковать. Вот сейчас именно, на мой взгляд, не время. Извините. Вы знаете, когда мне говорят критиковать не время, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, власть критиковать нужно всегда. Потому что мы живем извините, в республике и демократии. Да, потому что может быть, да, другая ситуация возникнет. Может быть, когда мне говорят, вот у президента нет поддержки, скажите, пожалуйста, я понимаю, что у нас не системный президент. Я все понимаю. Чтобы расставить точки на дыре, я сразу скажу, я поддерживаю президента, я за него голосовала и буду голосовать. Это не значит, что на солнце нет пятен. Это не значит, что наш президент святой. Он далеко не свят. Он далеко не, извините меня, неприкасаемый. Он, если не создал команду, работы любого руководителя, а президент это руководитель страны, в умении разговаривать с разными людьми, в умении создать команду. Когда команда не создается и когда постоянно те люди, которые с ним работают, он из них делает себе недоброжелателями, мягко говоря, и врагов, то возникает вопрос, может быть, что-то все-таки в характере не так, может быть, что-то в окружении не так, и вот где этот баланс? А мне говорят все время, еще не время, еще не время, еще не время. Время придет когда? 4 ноября? То я боюсь, что это будет не наше время. Я прошу прощения, я вот так и питаю. Нет, 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 все правильно, Лен, это я с тобой здесь солидарен при всей нашей поддержке Трампа, это не значит, что он неприкасаемый. Это был его предшественник, он для многих был таковым, но мы знаем по какой причине. Сережа, у нас есть звонки еще? Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, я хотела, меня зовут Ирина, я хотела просто как бы в какой-то степени согласиться с вами, да, мы все хотим того, чего мы хотим, немедленно, не просто сейчас, а вчера, но так как бы не получается, и Лена с одной стороны говорит об этом, с другой стороны, она считает, что президент Трамп должен, вот вчера еще был все это решить, но он решает, посмотрите, он объявил Антифу террористической организации, когда сносили памятники, он принял закон, что 10 лет получит тот, кто будет сносить эти памятники, посмотрите, памятники сносить перестали, то есть он послал Я прошу прощения, нет, ничего подобного. После того, как был принят уже этот закон, госпожа Лайтфуд в вашем городе сняла памятник Колумбу, понимаете, а кстати, в Шарноцвиле, пожалуйста, генералу Ли убрали буквально вчера памятник. Поэтому, когда мне говорят о том, что где-то закон издал, где-то Антифу он назвал террористической организацией, а толку, толку дальше, что происходит. Президент, извините, я прошу прощения, спасибо, вы очень, я ни в коем случае вас не перебиваю, я просто с вами как бы общаюсь, спорю. Смотрите, если Антифа у нас антитеррористическая организация, то вопрос возникает, если это президент сказал, то президент должен дать команду абсолютно всем силовым, структурам при появлении Антифа забирать их. При проявлении Антифа именно работать с ними, как с террористами. Но у нас же это не происходит. Кто виноват? Происходит. Кому подчиняются силовые структуры? Так, так, Лен, что вы хотели сказать, Ирина? Я прошу прощения, не слышу. Я говорю, что это происходит, их забирают. Недавно Барр объявил, что тысячи дел открыты, с ними работают, их забирают. Мы знаем, кто они уже, как бы тех, кого арестовали. Да, это не так, что как только они начали и сразу им отвечают, потому что это зависит не только от президента, это зависит еще и от местной администрации, то есть штатовской и городской. Я об этом говорила, я говорила о том, как работает у нас губернаторный, как работают у нас мэры. Но, несмотря на то, что мы говорим о том, что президент принял закон, губернаторы и мэры не имеют права отменять этот закон. Если губернаторы и мэры отменяют этот закон федеральный, то возникает вопрос. Губернаторов и мэров у нас нет вообще никакого права. Президент у нас кто? Кто у нас президент? Президент у нас главнокомандующий? Президент у нас, извините, он отвечает за силовые структуры? Так почему тогда не выполняются постановления президента? Что у нас происходит в стране? Подождите, подождите, секундочку, подождите. Это вы говорите об идеальной ситуации, понимаете? у нас ситуация не идеальная с Трампом. В идеале СМИ не должны, извиняюсь за выражение, обсирать все четыре года нашего президента. В идеале не должно происходить то, что происходит, но оно происходит. И как он может, он этому противостоит. И я считаю, что вы... я тоже хочу идеала. Я с вами на сто процентов. Я тоже этого хочу. Не сегодня, а вчера. Но, к сожалению, ему столько палок во все колеса вставляют, что я вообще поражаюсь, как он выдерживает все это. И он очень много делает для того, чтобы это прекратить. я как бы... Спасибо, Ирина, спасибо. Мы вашу позицию услышали. И во многом она симпатична, но тут есть вопрос не идеала, А мы хотим, Игорь, я понимаю, мы говорим о том, что идеального в природе вообще не существует. Это философские утверждения, поэтому мы спорить тут не будем. Мы стремимся не к идеальному, мы стремимся хотя бы к тому, чтобы выполнялось хоть что-то. Но пока что за все это время. Абсолютно за все четыре года у нас идет вот то, что мы имеем. Сейчас идет зашкаливающий беспредел вот тех организаций, которые не должно быть в стране. И идет, я прекрасно понимаю, политическая борьба. Мне не надо ничего объяснять. Мне хотелось бы увидеть хоть какое-то действие закона и порядка. Хоть какое-то. Хотя бы на 10%. Лен, извини, у нас звонки идут, давай попробуем принять. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, в эти выходные мой сын ездил где-то 100 миль на Вест от Спрингфилла, в том районе. И он вчера мне позвонил, сказал, мама, я никогда не поверю, что штат Иллинойс демократический. Он говорит, столько, сколько я видел баннеров за Трампа. Он говорит, по всей дороге один был за Байдена. Поэтому надо просто идти, не нужно здесь гражданскую войну объявлять на дорогах. Нужно просто идти и голосовать. Нужно идти и голосовать. Но вот по этой ситуации, он говорит, я никогда не поверил, что здесь победят демократы. Он говорит, я даже не представлял, что такое может быть в Иллиной. Спасибо, это не только в Иллиной, это даже в Массачусетсе. Мы беседовали с журналистом оттуда, Игорем Туфельдем, он рассказывал, что там происходит, но вы не забывайте, что есть голосование по почте, а там много чего можно натворить. У нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, у меня к вам два вопроса, если можно. Какой процент русскоговорящих поддерживает Трампа из людей, которые имеют право голосовать? И какой процент русскоговорящих участвует вот в каких-то мероприятиях республиканской партии? У вас есть какие-то данные? Спасибо, хороший вопрос, Лен. Как-то в приближении хотя бы. Я хочу вам сказать, я не могу сказать о процентах, потому что никто толком не знает, сколько людей участвует и сколько зарегистрировано русскоязычных. Я знаю только одно, что у нас люди в основном относятся к категории диванной сотни. Я это знаю абсолютно точно, потому что если даже на митинг память 11 сентября жертв люди практически не приходят, мы ожидали, что там будет тысячи, а пришли в лучшем случае 50 человек. 50, максимум 60. Вы знаете, мне становится страшно, потому что вот эта диванная сотня, фейсбук, все эти радость, мы гордимся вами, не надо нами гордиться, я хочу гордиться нами, всеми, когда мы начинаем что-то делать, просто элементарно подняться с дивана. Что касается того, что русскоязычные республиканцы, сейчас как раз у нас идет это движение, и мы его организовали именно для того, чтобы о нас услышали, о нас услышала республиканская партия. Когда они видят какие-то цифры, которые объединяются вокруг какой-то идеи, тогда они начинают нас замечать как ядро какое-то, с которым можно начать общение. Раньше этого не было, потому что у нас практически очень много демократов русскоязычных, потому что обычно когда идут русскоязычные? В тех общинах, где есть количество какое-то русскоязычных людей. Это в больших городах. Эти большие города, вы прекрасно знаете название этих городов. Эти большие города, как правило, рулят демократы. Лен, извини, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. У меня еще один вопрос. А естественно, какая финансовая поддержка республикантам от русскоязычных людей? Сколько денег, допустим, мы собрали в пользу Трампа, который ведет такую мощную пропаганду «Помогите, помогите». Скажите, пожалуйста, а вы почему считаете, что я могу ответить, или Игорь может ответить на этот вопрос? А я не говорю, чтобы вы это делали. надо задавать непосредственно в республиканской партии. Там есть абсолютно какие-то областные группы. Вот туда нужно пойти и задать этот вопрос. Я не владею такой статистикой. Вы не воюйте. Вы же говорите, что с вами можно обсуждать спокойно. А мы с вами обсуждаем спокойно. Ну, хорошо, а где, допустим, представлены русскоговорящие? Вот я слышу, допустим, мексиканцы в таком-то штате делают что-то, черные делают что-то там и так далее и тому подобное. Испанные и так далее. А русскоговорящие хоть 20 минут тому назад я сказала, что мы организовали движение, что называется. Я прошу прощения, я так думаю, что этот господин будет сам разговаривать. Да, спасибо за звонок, но дело вот в чем, что запрашивать какого рода цифры, которые в общем-то даже я не думаю, что и в штабе республиканской партии вам ответят на этот вопрос. Почему? Потому что люди посылают и 20, и 50 долларов и сколько угодно, но они отнюдь не подчеркивают свою национальную, расовую или какую-то принадлежность. Они посылают, а дальше это все идет как бы в общую копилку. Я уж не знаю, кто там скрупулезно это подсчитывает. Главное поддержать. Я прошу прощения, Игорь, я хочу сказать, вот люди слушают и не слышат. Не дали, как 20 минут тому назад я сказала об организации, в которой уже больше 100 тысяч. Это организация русскоязычная на сегодняшний день. Это организация людей, которые объединились из разных республиканских групп. Но это не совсем республиканские группы, это группы, которые в общем-то поддерживают консервативные принципы. Это группы, которые нашлись и организовались в Фейсбуке. Теперь эти группы организовались в движении. Каждое движение получило статус и юридический адрес. Каждая из этих групп. В общей сложности нас 100 тысяч уже. Значит, с нами мы уже начинаем быть видимыми. Тогда с нами начнут разговаривать как с русскоязычной общиной, еще с чем-то. В противном случае русскоязычная община, она очень ну нам кажется, что она многочисленна. Она не многочисленна. Она представлена в определенных городах, она представлена в определенных анклавах каким-то числом. Больше всех русскоязычных людей, говорящих по-русски, это люди, живущие в Нью-Йорке. Здесь даже печатается специально по-русски вся документация государственная. То есть каждый десятый человек, который живет в Нью-Йорке, он говорит по-русски. Но вы должны учитывать, что большая половина этих людей не поддерживает республиканские взгляды. Они поддерживают демократов. Потому что у нас наши политики все время нам говорят, бесполезно быть республиканцем в Нью-Йорке. Бесполезно. Нам на протяжении десятилетий говорят, бесполезно быть извини, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. В отношении финансовой поддержки республиканской партии я ежедневно получаю письма с просьбой дать донейшн. Я пытаюсь это сделать, но там указывается адрес 310 Чес Авеню Сауз-Ист Вашингтон, Ди Си. Я набираю этот адрес для отправки онлайн чека и мне Гугл говорит такой адрес не существует. Как в этом случае поступить? Спасибо. Если у вас есть действительно какой-то адрес нормальный, пожалуйста, сообщите, я послушаю по радио. Вы знаете, я вам могу сказать, я тоже получаю десятки вот таких посланий денег дай. Начиная от конгрессменов и заканчивая сенаторами, они все просят деньги. Я отсылала эти деньги по разным адресам, абсолютно по разным адресам конкретно и эти адреса все есть, я могу, мы можем и говорить, надо, наверное, будет в континенте просто эти адреса напечатать, чтобы люди знали. Позвольте два слова вставить, да? Да, Сереж, по поводу донейшн и так далее и действий русскоговорящих. У нас есть неправительственная организация, зарегистрирована на инфопрофит 5.1.3. И люди, которые переживают за то, что происходит, внесли какие-то деньги. Что на эти деньги мы делаем? Мы организуем встречи с кандидатами от республиканской партии, мы приглашаем их в эфир, эфирное время стоит денег, ни для кого не секрет. У нас уже побывало 5 человек, начиная от кандидатов в местные законодательные органы, заканчивая кандидатом, который баллотируется в Сенат США. Это первое. Второе. Мы заказали ярд сайны. Можете сказать, что это бесполезно, говорите, как хотите, но когда едешь, вот женщина сказала, что ее сын ездил там куда-то и видел эти сайны. И это производит впечатление. Это не значит, что все демократы побегут голосовать за республиканцев, но тем не менее это создает некую моральную поддержку людям. Это моральный фактор. Поэтому мы будем заказывать сотни этих сайнов. Если вы хотите поучаствовать в этом, я, кстати, по радио объявлял, нужны волонтеры для того, чтобы мы могли, это довольно трудоемко. Мы вчера в 5 часов утра встали и поехали где-то около 50 сайнов расставили на ключевых перекрестках, правда, на обратном пути, когда мы возвращались в беду, треть этих сайнов уже были свалены. Мы их, правда, восстанавливали. Так вот, это то, что мы делаем реально. Если вы хотите поучаствовать финансово, пожалуйста, милости просим. Это на деньги, которые дают люди, которые переживают. Это профессионалы, врачи, адвокаты, бизнесмены, простые люди присылают деньги. Если вы хотите поволонтерить, помочь, расставить эти сайны, пожалуйста, обратитесь на радио. Я вам расскажу, каким образом, как это все сделать. Так что у вас есть реальная возможность не задавать вопросы, кто сколько дал денег или сколько человек. Поучаствуйте. Возьмите и поучаствуйте. Вот то, что я хотел сказать. Да, и это, кстати, хорошее замечание. Почему? Потому что не обязательно это делать на, как говорится, общегосударственном уровне. Обратите внимание на свои локальные места. Потому что... Собственно, политики эти деньги будут тратить... Политики эти деньги будут тратить на ту же самую продукцию, на те же самые сайны, на то же самое. Но только у вас есть более короткий путь. Не через Вашингтон с несуществующим адресом. А вот мы здесь, мы покажем, что мы делаем. Вы сами увидите. Я знаю абсолютно точно. Вот мы садимся в машину, я сажусь, из Нью-Йорка еду в Филадельфию. Потому что в Филадельфии происходит митинг в поддержку полиции, потому что там нужны люди и нужна наша поддержка. И все. И ничего ему нужно говорить. Сел и поехал. Трать бензин свой, трать свое время. Пиши, делай что-то. Пиши непосредственно своему сенатору. Сопротивляйся, как можешь. И мотивируй людей. Я знаю абсолютно точно, что ко мне подходили люди и говорят, вы Лена Пригова? Я говорю, да, я Лена Пригова. Мы слушали вашу передачу, мы пришли сегодня. У каждого свое место в этой борьбе. Каждый должен заниматься тем, чем он должен заниматься. Лена, мы, к сожалению, уже выходим из эфира. Спасибо тебе. Я думаю, что думающие и переживающие люди нас сегодня услышали. И услышали то, о чем ты убедительно рассказывала. Будем надеяться, что это подскажет им правильные какие-то действия. Спасибо всем и до новых встреч. Всего доброго.